Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1101. Событие дня. 2 Коринфян 10.4. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спривергаем замысла и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится за 21 декабря 2018 года. Объявление наше просили сделать, мы сделали. Кто-то пожелает помочь, тут все сказано безобманно. Ролики, все это видно, и никуда ничего не пропадет. Гуру Рустик Гусейнов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Скоро уезжаю домой, то есть из Италии. Пойду в армию. Помолитесь за меня, чтобы не остался инвалидом. Рад был с вами общаться. Прощайте. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Мы молимся за тебя, Рустик. Бог тебе в помощь. Наталья. Борис, вам даже как-то повезло. Вы позвонили Игнатию Тихоновичу, а вашу боль слушают Моисея Аарон. Прям Божья милость. Вы хотя бы сообщили, что вам лучше, а то нам откуда знать, если нет никаких известий. Юрий Соболев, Мир вам, Игнатий Тихонович, о том, почему вас называют самым счастливым человеком. Ибо вот новость. Научно подтверждено место из деяния 20 глава 35 стих. Блажение давать, нежели принимать. Счастье, которое мы чувствуем в результате каких-то приятных событий, постепенно уменьшается и исходит на нет. Это связано с явлением, которое в науке называют гедонистической адаптацией. Термин, появившийся в трудах по психологии в 1971 году, описывает свойства людей держаться на относительно стабильном уровне счастья, а также быстро возвращаться к этому уровню после серьезных, позитивных или негативных событий или изменений в жизни. Если приятный опыт повторяется, эмоции уже не так сильны, как в первый раз. Именно поэтому человек постоянно ищет новых впечатлений. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале «Психологика», «Сайенс», у этого правила есть исключения. Ученые из Университета Чикаго и Северо-Западного университета в США провели два исследования. Группа студентов получала по 5 долларов в течение пяти дней. Ученые предложили половине участников тратить эти деньги на себя. Покупая еду или приятные мелочи, другая половина должна была отдавать деньги другим людям, угощать обедом, отдавать нуждающимся или дарить небольшие подарки. В конце каждого дня участники эксперимента отчитывались о своем опыте и эмоциях. Данные, полученные в общей сложности от 96 участников, продемонстрировали четкую закономерность. Люди, тратившие деньги на себя, вначале ощущали радость от такой возможности, но к концу пятидневного периода их эмоции выровнялись. У группы студентов, которые отдавали деньги другим, уровень радости на пятый день эксперимента был такой же высокий, как и в начале. Второй эксперимент был проведен с помощью онлайн-игры в составлении слов. В нем приняли участие более 500 человек. Участникам было предложено жертвовать свои символичные денежные выигрыши или оставлять их себе, а затем отчитываться об эмоциях. Результаты второго теста совпали с результатами первого. Дарители оказывались счастливы больше и дольше. Ученая подчеркивает, что альтруистическое поведение не только дарит человеку стабильные позитивные эмоции, но и укрепляет социальные связи и репутацию. Вот мою жизнь даже исследует, почему я такой счастливый. Потому что все отдано кому-то, где-то как-то ничего нет. И счастья ничего нет, как будто бы. А всегда радостно. Александр, спаси Христос, Игнатий Тихонович. Простите меня, пожалуйста, за мою постоянную надоедливость и назойливость, что я часто вам отправляю видео. Я виноват перед вами, что я такой юродивый идиот и глупый мирской дурак. Очень у вас прошу прощения за назойливость и что у вас отнимал время своей непонятливостью. С уважением, Александр, город Нояберск. Ну, что сказать, Александр? Ну, не делай больше этого. Посовывайте то, что негатив несет что-то где-то там. Кто-то про меня сказал. Да мне это даром не надо, я не смотрю, выкинул, да и все. Мало ли, что сатана придумает. Валентина, мир всем. Да, Борис, вы правы. У Игнатия Тихоновича при всей его строгости и неподкупности, необыкновенно нежной и любящей сердце и любовь ко всем нам. Это Христова любовь, и поэтому молитва у нее соответственная. Я всегда помню о том, как он со слезами молился о моей внучке в Потеряевке, где мы были на крещении. Вопрос был очень серьезный. Ей была отказана комиссия в крещении. Такую молитву я встретила впервые. По своей великой любви к нам трудится Игнатий Тихонович многие десятилетия и по сей день, денно и ночь. А мы на самом деле жестокосердные, обмерщенные, в чем и каемся. Но, Божьей милостью, у нас есть маяк, на который мы можем ориентироваться. Слава Христу, Елена. Мир тебе, Борис. Посмотрела видеоролик. Я узнала, что ты болен, когда на занятии Игнатий Тихонович сказал-то. Сразу начала молиться. Скажу честно, все, кто просил молиться о болящих или путешествующих, молились. Молилась я, беспокоилась за Ольгу, за Виктор и за других. Всегда спрашивала, но в чате часто такие сообщения не видно никому. Главное, поставить или продублировать ролик. Нам надо радоваться и сопереживать наши боли и радости. У Игнатия Тихоновича огромное сердце доброе, и мы вокруг него объединились здесь. Дай Бог ему здоровья на долгие годы. Например, Сергей Евтушенко сразу откликается на просьбы, и Рахиль тоже. Будем внимательны друг к другу. Иногда хочется поделиться с чем-то или попросить молитву. Но, видно, и не услышит, и не увидит никто. Всем братьям пожелаю здоровья. Слушала Бориса и вспомнила, что меня однажды укусил скорпион. И я это помню его, когда находишься на грани. Будем внимательны друг к другу. Дмитрий, мир тебе. Я не все сообщения вижу там, где ты общаешься с Игнатием Тихоновичем. И увидел сегодня обращение твое. Там ты рассказываешь об отце Кирилле Сахарове. А как нужно подготовиться к окрещению у него, чтобы он допустил? Если ты не готов, а нам-то как? Или он имел в виду неточная инфа о себе о твоем крещении? Как оно было-то? Можно немного поподробнее об этом? Евгений, Игнатий Тихонович, я однажды был на старинном еврейском кладбище. Там даты на памятниках, даты смерти, 1900 и даже раньше. И не знаю, как так вышло. Я слушал музыку в наушниках и ходил по кладбищу, считал имена и даты. Так мне потом даже сны снились, что я топтал могилы и при этом радовался, просыпался в поту. И вот не знаю, что делать. Меня постоянно гнетет тот случай сны. Что мне делать? Вот вы говорили, что нужно чтить еврейский народ. А я-то вот как поступил. Подскажите, пожалуйста. Ну, я думаю, Евгений переживает не о чем. Мы ничего плохого не делали. Ну и что, слушали музыку? Могилы топтали. А как не подойдешь, топтали? Там под ногами-то везде все. Вот показывает ролик «Казаки». Казаки, казаки, казаки. Из одних фотографий ролик. Вот я сейчас только его посмотрел. И там много людей разных-то. И думаешь, все уже и косточки сотлели, и маленьких детей полно. И все умерли. Кто-то в плен пошел. Как все временно? Рахиль. Отец Игнатий, у меня беда. Не могу с карты снять денег. Забыла пин-код. Вот пин-код. Вот пинка дает. Уже две попытки сделала. Никак. Вот башка-то дырявая. Это не записала. И теперь, не дай бог, придется опять ехать в Россию. Прошу вас, помолитесь об этом. С Володей помолитесь, пожалуйста. Вопрос. Володя, молимся. Помоги, Рахиль, Господи. Надо всегда записывать отдельно. Отдельно папку. И туда все. Это буквально минутное дело. Какой-то аэд пишет. Игнатий Тихонович, вы сейчас-то мусульман в пример приводите. Под удар тайного правительства. Ведь христианство и немеренно деградировали они христианские народы с помощью окна Авертона. Планомерная деградация народа. Ведь через них сатана действует. Одним словом, мусульмане их не интересуют. Интересуют всех. И все. Дмитрий. Как эту милость выпросить? С кем разговаривать? Как разговаривать? И так далее. Вы говорите, какие качества должны быть у миссионера. Вчера Виталий спрашивал. Я стал называть. Назвал около десяти. Хватит тебе? Нет. Первое. Это рождение свыше должно быть. Дальше. Водительство Духом Божиим. Ну, а дальше. Жить бедно. Ну, что ты пойдешь говорить о посте, когда... Лицо красное. И про молитву расскажите, пожалуйста, семь раз в день. Всегда ли удается, когда в поездах, при людях, на работе. Стоит ли обсудить с теми, кто рядом, что хочешь помолиться или просто найти угол в гостях или на работе и молиться спокойно. Ну, может, то и другое, Дмитрий, делать. Ну, вот как сказать? Как этому научить? Ну, никак нельзя. Ну, это Бог делает. Ну, давай, представим. Пушкин сидит, пишет письмо, написал. А о чем написал? О Борисе Годунове, то другое. Ну, что, схлопал в ладоши. Ай, да Пушкин, ай, да молодец, сукин сын. Ну, кто будет считать сегодня Евгения Онегина? Ну, так, чтобы вот у меня несчастье, я скорее взял и Маяковского начал считать. Даже хорошие стихи Мандельштама, Бориса Пастернака. Ну, кто будет по утрам, какая бабушка в очках будет вникать, смотреть, вот он сказал так, вот там валяются в придорожной пыли апостолы. Но она не прочитает и не нужна. Сколько поэтов было? Кто знает Фруга? Фруг. Бальмонта кто знает Константина Дмитриевича? Вот у меня 3467 стихотворений, и спрашивают, на кому вы подражали? Никому. А на кого похоже? Примерно на Бальмонта. Вот примерно с такой легкостью, и, ну, конечно, у него не о Боге. У меня все о Боге стихи, все о вечности. А кто их будет считать? Я просто перечисляю. У меня любимый поэт Натсон. Симон Яковлевич. Ну, и что? Один-два раза прочитал, наизусть знаю все. И вот был один человек, который писал, тоже ничего не знал. Ну, а как сделать, чтобы они были известны, твои стихи? Они же полезны. Это тебе не сделать. Были древние. Но спрашиваю я иногда детей, какой самый умный у нас был поэт, писатель там. Ну, поэта возьмем. Кто стихи писал? Ну, Пушкин. Самый умный, я говорю, да? Умный. Пошел стрелять, все его ухлопали. Раз 13 только на дуэль выходил. Да какой умный-то хулиган. Ну, Лермонтов-то. Ну, а Лермонтов-то вообще в обществе не мог нигде быть. Пулю в лоб получил. Задирал всех подряд. Не знаете, значит. Некрасов, печальник народа русского. Тоже его стихи. Ну, известно, да. Я скажу, где. И вы тогда поймете, что такое избрание. У арабов сколько было? Да какие стихи доходят? Ой, считаешь, да прямо прекрасные стихи. Ну, вот бегает один. За ним гоняются, убить его. И он пишет при луне, при звездах, где-то в пещере скитается. Ну, думал ли он, Давыдка этот, сын Иисеевич, Давыд Иисеевич, что его стихи, которые он писал, будут читать за пределами государства. Что к нему будут прислушиваться, будут вникать, будут учителя защищать докторские диссертации в его стране. Да мало того, по всему миру. Да мало по всему миру. Тысячелетия. Три тысячи лет. Вот мы сегодня читали Псалтирь, седьмой Псалом. Вчера, в начале четвертого. Мы все время читаем. 20 кофизма разбивается на три. Каждая кофизма получается, ну, 60. Ну, через два месяца мы возвращаемся на первый, опять, на первый Псалом. 62 месяца. И как будто сегодня написано. Не им написано, а мною, моими слезами, моими воздыханиями. Ну, думал ли он об этом, когда писал? Повторяю, три тысячи лет. Самая популярная книга, Псалтырь. Ни Евангелие, ни другие какие-то священные книги народов. Нет. Псалтырь. Имя его будут произносить и мусульмане, Дуайт. Да-да, действительно, на всех языках. Вот как это? Никак-никак. Бог делает. Бог избирает и ставит. Но, конечно, он любил Господа. Никаким идолам. Он не поклонялся, как сын его Соломон, от которого куда умный ровам еще родится. Никак. Как эту милость выпросить? Просить каждый день об этом. С кем разговаривать? Да откуда я знаю с кем? Вот она и заходит, поговорили. А другой заходит, я не знаю, с чем определяю. Ну, неверие в человека вот такое появляется. Вот она просит кто-то, звонит все время. Я уже не отвечаю. Не надо. Я хочу подойти и ответить. Не, внутренний голос говорит, не надо, еще хуже будет. С кем разговаривать и как разговаривать? Не могу я ответить. И вот когда люди обращаются, а вы, мой духовный отец, да я что говорил-то, ой, вы как поговорили строго. Я подошел, да без рубашки что-то был. Вы мне сразу сказали, оденься, это неуважение к собеседнику. Я пошел, оделся, я думаю, ну, дед дает. А потом, потом раз, а другой возвращаюсь и смотрю, как правильно. Тем более мы показываем все, и беседы, и занятия идут, и им не нравится, что бывает у нас там, как бы от темы отклоняемся. И так далее. Как разговаривать? Я не могу дать ответ. Молиться надо, Господь откроет. И про молитву расскажите, пожалуйста, семь раз в день. Не всегда удается это. Ты можешь отойти в сторонку, закрыть глаза, стоять и молиться. Не кланяться, ничего. Ну, и то же самое время будет. Вот мы в поездке так и делали. Как только выезжаем, последние дома уже с города или как, и сразу начинаем молиться. Благодарение Богу, где нас приняли. Где, какой разговор был за все. В поездах, при людях. Тут можно сказать. Найти уголок, может, я вхожу в камеру когда. Поздоровался только маленько, ответил на вопросы посидельцев. И сразу. А вот в этом уголке я не буду вам мешать. Найду где-то такое, чтобы никак не на проходе. А места-то нет, все занято. Да, дед, молись, тут все по-своему с ума сходят. Кому ты мешаешься? А потом будут обращаться, стучать из разных камер, с других этажей, даже, может быть, с других корпусов тюрьмы. Батюшка-то у вас дома? Да дома молятся. Я слышу, разговаривают. А разговаривают как? Через туалет. Или кричат. Через туалет. Вот вообще удивительно. И мы в суд идем, да чтоб помолился о нас. Вот едут их группа за изнасилование девчонки. Восемь человек. Ребятки маленькие. И я попал с ними в одну машину. Ой, это батя, вы за нас молились? Нам совсем по-малу дали-то. По-малу дали ему. Так, ну, ребенок там. Он говорит, я ее не трогал. Просто стоял рядом там или за ноги держал или что-то. Ну, участник как бы принимал. Всем накрутили. Ой-ой-ой. Вот роман пишет. Противосектантские чтения с Игнатием Тихоновичем. Название ролика. И мое общение с участниками чтения. Прощение я уже просил у вас. И его приняли уже. Спаси, Христос, вас. Вот. Видите, это за день как бы. А так-то какие известия? Вот я показываю, где у меня сайт. Какие беседы. Ну, и показать наши ресурсы. Вот мой мир. Это любимый мой форум. Ленточный православный форум. 1600 тем. Вот. Даже взятие этого. 22 тысячи... 413 фотографий. 22 тысячи. Вот. Видео 9550. Вот здесь то. Вот наш видеоканал. Сегодня я поставил. Немножко. 7. Бывает, что-то еще напишу. Вот сейчас я обновлю и скажу сегодня, как было. Ну, еще сказать. События дня немножко тут за 1 час 34. Кто уклонится от истины, обратно занятия. Ни одного нету еще за 1 час. А вот Сергея Козлова здесь ролик у меня стоит. По одному ставлю. 31 человек посмотрел. Жития 1, Златоуста 5. Ну, а вчера, это за день. А вчера смотрел я однажды через решетку. Так. Ну, через наружное наблюдение. Наружка. 1385. Или так. Насилие нечестивых. О том я объясняю, что такое МП. Нас затягивают, пытаются. Это 1573. Видите, разница большая. События дня. Там уже 355. Вот вчерашняя, где Духу Господень, там Свобода, Сергея Козлова, уже 238. Ну, то есть, побольше смотрит. А вот у меня Андрей Смирнягин здесь 927. Ну, это день назад. Вот. Воспоминания моей матери, Лапкина Мария Егоровна, 1215. Я просто немножко показать. И дальше. Слово Игнатия Лапкина на собрании, отдельно. 2075. Вот видишь как. Говорит ли, море чудес и милостей Божьих во все дни наши. 2550. Просто показать. А вот заскочил ко мне на минуту буквально, ну, несколько, сколько он был у меня. Ну, вот, 10 минут даже не был. Новость из Потеряевки. Игорь Барабач. 4768. Вот. Которое показал, из них вот рекордно. Именно это. Почему? А что там в Потеряевке люди знают? И он об этом говорит. Ну, вот так. Милостью Божьей мы заканчиваем. Я сейчас сижу дома. Воробьев сходил, накормил у меня специально такое есть. От голубей остатки. Голубей слазил, покормил. Жуланов. Нынче мяса нету, не вывешиваю. С кошками туда. Ну, и много вчера роликов прослушал. Которые мне просто необходимо знать. Посмотреть. Политические деятели. Как было. Ну, такие вот вопросы. Много смотрю по войну отечественную. Документальной любви смотреть не фильмы. Все.